Вы знаете, я хочу обратиться, знаете, к чему? Вот вы говорите по поводу Москвы. Москва, конечно, это наш любимый город, любимый столица, наша любимая, которую мы обожаем, этот город. И когда мы говорим, ой, боже мой, как мы устали от этой Москвы, боже мой, эти пробки надоели, этот народ надоел, все бегут, никто не видит, не слышит, жестокие лица такие-сякие. Когда мы уезжаем, вот мы там на месяц, на два, мы, господи, где наша любимая Москва, мы приезжаем, и, господи, все-таки краше этим, тем более сейчас она действительно красавица стала Москва, горящая, понимаете, когда мы, опять же, мы же нам есть чем сравнить, когда мы там уезжали в Париж, конечно, Токио, Япония нас поразила как раз иллюминацией, боже мой, боже мой, а мы приезжали, у нас Москва была такая тюмная, а сейчас она у нас сейчас горит, и красивая, особенно вечером, когда мы едем, это красота. Но без Москвы я не понимаю, такая огромная Москва, как это, я не знаю, это нереально. Это невозможно, чтобы Москву куда-то перенесли. Хотя, я могу сказать, знаете, к Казахстану обратиться. Почему? Потому что мы были много раз в Казахстане, там Алмата столица, и вот Астана сейчас тоже, вот они, вы понимаете, они там строят Астану, она сейчас красивая, замечательная, но вот люди, вот видите, привыкли они к Астане или не привыкли. Это все вообще возможно, в этом мире все возможно. Но если это будет краше, если это будет достойнее, то вообще это все может быть. Например, там Питер, хотя думают о Питере, хотя Питер – это красота необыкновенная, хотя когда туда приезжаешь, мы думаем, ой, Питер скучный, по сравнению с Москвой он скучный, но он красавец, исторический город, необыкновенный. Поэтому, конечно, если, конечно, он очень сложный город, он очень сложный, он многонаселенный город. Сколько миллионов теперь было, сколько, а сейчас сколько стало, и поэтому все приезжают в Москву и работать, и творить. Все, Москва столица, моя Москва. И я думаю, что если что-то тут как-то уже приводят, видите, стоянки не те, парковки не те, если все это можно сделать, навести порядок, то я не представляю себя без Москвы, не представляю совершенно. И сравнивать пока я не знаю, с чем бы мне сравнить. Надо поехать в Питер посмотреть, на Питер можно ли перенести туда, в столицу. Вы понимаете, в чем дело? Пока не знаю. Замены нет в моей Москве. Понимаете? Нет замены. Не могу даже сказать вам, назвать ничего. Честно вам говорю. Но немножечко надо, конечно. Вы знаете, вспоминаю эту Москву раннюю, потому что, когда, помню, мы учились в студии, вставали утром и шли по этой Москве чистой, вымытой, когда ее там мыли, и мы выходили, боже мой, захотели в кафе молочное, ели кашу манную, и околоманная, извините, что я так говорю. Но она красавица. Но сейчас она вообще грандиозная, она сейчас грандиозная. И если ее откорректировать, то она может еще более быть грандиозной. Поэтому вот это мое мнение такое о Москве.